Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CutCode. Мы продолжаем тему инерции и сегодня у нас завершающий серию ролик. Отдельное спасибо вам за активность, канал развивается только благодаря вам. Что нас ждет сегодня в выпуске? Немного косметики в формах. Осветим тему глобальных данных и сделаем флеш уведомления. Разберемся с тестированием и самое главное подведем итоги и я выскажу свое мнение. Меньше слов, погнали! Давайте начнем с того, что немножко поиграемся с формами, с косметикой. У helper UseForm в инерции есть несколько интересных состояний, которые могут улучшить ваш интерфейс по работе с формами. К примеру, кнопка обновить. Вы можете добавить атрибут Disabled на условии, что у формы состояние Processing будет True. То есть, когда у нас форма в процессе отправки, у нас на кнопке будет Button Disabled и либо можно подставить сюда загрузку и что угодно уже на ваше усмотрение и этот момент оживить. Далее, еще интересное состояние у формы это издете. Вы можете отслеживать, изменились ли какие-либо поля в рамках вашей формы и, к примеру, выдавать сообщение, что что-то в вашей форме поменялось. Не забудьте сохранить, немного улучшив интерфейс. Давайте посмотрим, как это работает. Добавим блок, добавим условие If. Здесь укажем форму и состояние издете, если оно у нас True. Тогда мы будем выводить этот блок и здесь напишем, что-то изменилось. Не забудьте сохранить форму. Ну, пусть будет так. Пусть будет зеленым. И пусть будет небольшой паддинг. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Откроем форму. Попробуем что-либо изменить. После чего мы сразу видим, что наше сообщение, которое у нас на состоянии издете. Возвращаем символ и исчезает. Так, интересный момент, который может улучшить интерфейс. Следующий недостаток. Когда мы что-либо сохраняем, у нас происходит редирект. Чтобы увидеть, что запись точно сохранилась, нам необходимо ее найти здесь и увидеть, что то, что мы меняли, сохранилось. Больше ничего нам на это не указывает. Нам необходимо добавить уведомление о том, что запись сохранена. Flash Message. Давайте как раз это сделаем. И заодно поиграемся с Shared Data, то есть глобальными переменами в наши компоненты. Я об этом уже говорил в начале. Цикла роликов. И говорил о том, что мы поиграемся на примере объекта с авторизованным пользователем. Но до авторизованного пользователя мы не дошли. И поэтому в данном случае мы поиграемся как раз с Flash Message. Давайте откроем middleware, который у нас отвечает за инерцию. HandleInertiaRequest. Здесь как раз в методе share, о котором я говорил, мы можем глобально во все компоненты отправить какие-либо данные. И давайте как раз организуем Flash Message. И будем его передавать, если он есть. Назовем параметр Message. И сюда отправим request session getMessage. Если его не будет, то он будет null. И мы его воспринимать никак не будем. Далее давайте откроем UserController. Здесь в методе update поиграемся только с апдейтом. Когда мы обновляем, мы отдаем Flash сообщение, которое называется message, параметр message. Мы работаем с ним. А далее напишем запись успешно обновлена. Пусть будет так. Так, далее я уже подготовил небольшой темплейт HTML с Flash уведомлением. Давайте откроем Layout. И здесь сверху его будем добавлять. Выглядит он следующим образом. Сверху будет полоска цвета Indigo. И какой-либо текст, который у нас как раз будет приходить во Flash Message. В данном случае запись успешно обновлена. Давайте посмотрим, как с этим работать. Ну, во-первых, показывать мы его должны по условию, только если у нас он есть. Все эти глобальные перемены, которые у нас отправляются в share методе, в NRC располагаются в переменной page. Далее у нас props. То есть те данные, которые мы передаем. И далее название параметра. Мы назвали его message. Да, и мы поставили условие. Если у нас этот message есть, он у нас не пустой, не null, тогда мы выводим Flash уведомления. И здесь, соответственно, мы выводим текст, который мы передаем. Давайте посмотрим, что у нас при всем при этом получилось. Обновимся на всякий случай. Зайдем в редактирование. Немножко изменим. Нажмем обновить. И вот видим сверху наше Flash уведомление о том, что запись успешно обновлена. Тем самым мы с вами добавили Flash уведомления. Поигрались с глобальными переменами, которые можно расшарить во все компоненты. И в конечном итоге Flash уведомления, само собой, вы уже сами можете добавить в отдельный компонент. И здесь точно так же выводить. То же самое при условии реализации авторизации. Здесь вы будете передавать объект с текущим пользователем, если он есть. Ауф, юзер. И далее то же самое в ваших компонентах проверять. Если он есть, то скажем выводить где-то профиль, кнопку выйти и так далее. Ну а сама авторизация, я думаю, так же не составит вам труда сделать форму. Мы уже с формами работали, которые будут регистрировать, либо авторизовывать пользователя. Друзья, далее давайте рассмотрим тему тестирования в инерции. Я уже создал тест, и сейчас мы его подробно рассмотрим. Вот он у меня здесь, инерция тест. Мы будем тестировать на примере компонента со списком всех пользователей. Индекс компонент, вот этот, который у нас располагается по URL users. Давайте изначально попробуем запустить тест, посмотреть все ли хорошо. Да, видим, что у нас тест пройден. Везде все зеленым цветом. И теперь давайте рассмотрим, что у нас здесь происходит. Во-первых, чтобы тестировать инерция компонента, нам необходимо сделать HTTP запрос по адресу, где у нас расположен этот или какой-либо еще компонент. У нас это users. Далее мы пользуемся методом assertInertia, чтобы проверять именно на работу инерции. И первое, что мы сравниваем, это то, что у нас действительно по этому адресу располагается компонент usersIndex, а не какой-либо еще. Давайте изменим. Скажем, поменяем на edit. Что у нас? Мы ждем по URL users, у нас будет usersEdit, запустим тесты и сразу увидим ошибку. И ошибка у нас сразу указывает на то, что нет никакого usersEdit, там у нас usersIndex. То есть этот момент мы отследили и проверили. Далее, о чем говорит has? О том, что в этом компоненте обязательно должно быть присутствие тех или иных пропсов. В данном случае мы проверяем, что мы в контроллере отправляем объект users и отправляем title. Если у нас их не будет, то будет ошибка. Давайте посмотрим. Откроем userController, метод index и уберем users в ответе и запустим тесты. После чего увидим, что у нас опять возникает ошибка о том, что параметра users у нас не существует. Давайте вернем. Далее, мы также с помощью has можем проходиться и по ключам. У нас в users есть data, есть links. То же самое, если вдруг этого не будет, возникнет ошибка. Также можно проверять на соответствие. Как в нашем случае, мы проверяем title. У нас title users. И поэтому тесты проходят. Если мы немножко изменим, опять запустим тест, то сразу увидим, что ожидаем users с восклицательным знаком, а получаем просто users. В конечном итоге, опять-таки скажу о том, что не стоит пренебрегать тестированием. Ссылку на документацию с тестированием инерции я добавлю в описании. Со всеми остальными методами вы сможете ознакомиться самостоятельно. Да, друзья, тестами не пренебрегаем. Пишем какой-либо компонент, пишем его изначально, возможно, плохо, само собой. А далее добавляем тестирование, занимаемся рефакторингом. И за счет тестирования мы будем уверены в том, что в конечном итоге мы все сделали правильно. Да, вспоминаем принцип TDD. Итак, друзья, подведение итогов по инерции, а также немного слов и о LifeWire, так как эти два подхода часто сравнивают. Мое итоговое мнение – отличные инструменты для обучения. Друзья, именно для обучения. Если брать LifeWire, то это отличный инструмент для разработчиков, чтобы быстро в привычном ключе избежать JavaScript и работать в бэкэнд стиле. LifeWire в такой ситуации облегчит и ускорит процесс и в каких-то небольших моментах будет крайне полезным, особенно если с JavaScript пока не так хорошо, как хотелось бы. Что касается инерции, то здесь требуется уже больше опыта, так как требуется знать JS в базовом уровне, и тем самым, начиная разработку с использованием инерции, вы можете стать более опытным и начать изучение Vue или React, понять, как устроен этот мир и далее уже уйти в классический подход. Так или иначе, и LifeWire, и инерция преследуют одну цель – экономия времени и с этой задачей справляются на ура и отлично подойдут для обучения и небольших проектов. А на раннем этапе развития, думаю, у вас только такие проекты и присутствуют. А далее уже при появлении проблем стэк будет меняться и в будущем вы уже будете понимать недостатки и где что использовать. Лично мое мнение, сразу начну с конца и скажу, что я использовать инерцию бы не стал. Почему? Потому что в целом реализовать то же самое без инерции не составит огромного труда, просто мы, получается, миновали запросы капи, но при этом породили массу недостатков. Первый. Зачем нам вообще Laravel для фронтенда? Зачем мы первоначально тянем Laravel приложение, в котором грузим клиентскую часть в Vue? Я в целом противник такого подхода, хотя и вижу, что сами разработчики Laravel делают приложение монолитом, и фронтенд запрашивает данные в бэкэнд в том же самом проекте. Для Vue и клиентской части вообще не нужен Laravel. Есть HTML, есть скрипты и этого вполне достаточно. А далее для получения данных мы можем использовать API, Laravel или с чем угодно. Ну ладно, в целом мы миновали запросы к бэкэнду, они выполнены у нас прозрачно, но разве особая сложность была сделать этот транспортный слой и контролировать его? Как по мне, нет. Возьмем теперь несколько примеров. Ваш проект масштабировался. Помимо веб-приложения, начинается разработка мобильных приложений, которые требуют API с теми же данными, что уже у вас были в инерции. И что же теперь делать? Вам придется разрабатывать API, которая будет дублировать функционал бэкэнда с инерцией, ведь инерция в ответе отдает HTML. А пошли бы вы к классическим подходам, и у вас был бы интерфейс с данными. API важен, и это не мир динозавров. Далее, еще пример. Вы делаете проект на инерции. Вот, к примеру, наш крат. И у вас появилась задача редактирования сделать не на отдельной странице, а в модалке. Окей, нет проблем. Вы просто с листинга берете объект с юзером и инициализируете модалку. Но как быть, а так и произойдет, что у вас на листинге будет объект с ограниченным набором полей у юзера. Ну, это при правильном подходе. А в модалке вам потребуется больше полей. Решение делать запрос на получение всех полей к бэкэнду. И тут инерция у нас отваливается, и вы возвращаетесь к стандартным запросам. И это только один из примеров, который пришел в голову. Меньше контроля, больше костылей. Ради чего? Ради отсутствия запросов к бэкэнду. Как по мне, оно того пока не стоит. Поэтому мой вывод, технология имеет место быть для обучения, для быстрого входа в мир современного фронтенда. А далее появятся проблемы, и вы их решите по мере поступления. Как-то так, друзья. Мы завершаем серию с инерцией. Я рад был продемонстрировать вам ее особенности. Думаю, на канале мы будем рассматривать еще много всего нового и интересного. Поэтому оставайтесь с нами. Обязательно поддержите лайком. Вы, как и я, ознакомились с инерцией. У вас есть собственное мнение. Поэтому обязательно его напишите в комментарии. Обсудим. Ведь я могу быть где-то неправ. И это, само собой, нормально. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok